Астрономия возвращается в школу, причем неформально, а как возможность проявить педагогическое творчество и мастерство. Об этом говорили на областной конференции работников образования в Самаре. Ежегодно традиционный педсовет проводится перед началом учебного года. В зале собрались руководители половины образовательных учреждений региона. Вторая половина будет заседать в Тольятти. Самарская область показывает хорошие результаты по аттестации и участию школьников в предметных олимпиадах. Замминистра образования и науки страны Татьяна Синюгина назвала систему управления эффективной. Тем, кто сделал профессиональный выбор в пользу воспитания и обучения школьников, необходимо дать зеленую улицу, создавая комфортные условия для работы и оказывая методическую помощь. Наш молодой коллега, который выступал здесь, победитель конкурса «Педагогический дебют», сказал очень правильную вещь, что важно, когда тебя понимают и поддерживают. И эта поддержка, выраженная в ежемесячных выплатах и единовременных выплатах, которые есть в Тамарской области, молодым учителям, очень ложится в контекст того поручения, которое дано президентом Российской Федерации нам, как отраслевому министерству, по предложениям, по выравниванию уровня заработной платы давно работающих педагогов с начинающими, с молодыми. В школу приходят новые программы и методики, но не только технологии и оценки делают человека специалистом. Сегодня необходимо возродить традиции воспитательной работы, чтобы из нынешних школьников вырастали достойные граждане. Тем более, что в Самарской области есть все возможности для самореализации. Местные университеты входят в число лучших в России, а если сравнивать с другими странами, то именно в Самаре можно получить образование по уровню выше, чем где-либо. Между тем, борьба за талантливую молодежь не прекращается. Эту проблему озвучил губернатор. Сегодня зарубежные научные центры начинают переманивать интеллектуалов уже со школьной скамьи. Человек перетягивает с 8-9 класс талантливый ребятишек. Перетягивает в том числе зарубежных. Если у тебя в школе, ты заходишь в школе, даже в районный центр, и висит два дня, сколько уехал учиться за рубеж, этим гордятся. Я не понимаю, ни директора, ни данного угодителя округа, северо-западного округа, юго-восточного угла, не говорили. Но не понимаем. Это что, гордость тоже? Что они там в Дублине учатся, там они учатся, там еще много. Необходимо создавать условия, чтобы будущие научные светила оставались и делали свои открытия в России. В заключение конференции были вручены награды. Один из лауреатов, Виктор Рябов, президент Самарского землячества в Москве, бывший ректор Куйбышевского педагогического института, один из создателей Московского городского педуниверситета, награжден почетным знаком отличия за заслуги перед Самарской областью. Я, Николай, хочу пожелать вам удачи в организации всех проектов, тех годов, которые вы еще не начнете сделать. То, что вы сделали, скажем, то, что сейчас на сентябре, на сентябре, это просто уникальное. Но у вас много других людей. Я вам желаю на рекомендующих успехов. Успехи не за горами. Уже 1 сентября в регионе будет открыта еще одна современная школа. А до конца года начнет работать детский технопарк, который станет отправной точкой для развития детского технического творчества для многих талантливых учеников. Марина Кравцова, Олег Зверев, Артем Слайман, События.